Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви кошелек. Подробная информация в описании. Ненавидимая цель, у меня спаситель, мне всегда было пока. Даже если я на дне, это как еще биток, умный как Юрий Лужков. И как шок 2010, барин, я культурный шок. Ну что, а сколько там на 100 тысяч? Ооо, еще 10 человек, подождем и начинаем. Стопа ли нас. Будет тогда 1000. Так, еще 10 человек ждем и начинаем, друзья. 10 человек, неважно, мне толстые, это люди худые. 10 человек, мы не будем какие-нибудь весы ставить, как в гипермаркетах, чтобы в этих всех людей выставить, на них их взвесить и определить, толстые они, нет. Да, но это ни к чему, давайте, ребята, просто еще 10 человек и мы начинаем. Что? 1000. 10 человек и мы начинаем, друзья. Кирилл Овсянки, вы, наверное, знаете, может такого знать моего друга, исполнителя замечательного Овсянки Кирилл. Вот он сыграл масочки, шапочки забавные и бумаги. И он подарил мне, привез вот такой интересный снэк из тура. Вот он в туре путешествовал, искал какую-нибудь закуску, которая... Впечатлитого ванна. Меня, да, впечатлит, впечатлитого ванна, от которой все будут без ума, в шоке, даже лицедеи. А мы, между прочим, лицедеи еще те. Итак, друзья, это Биг Боб вкладки чили. Вот, смотрите, такая упаковочка у нас. Вполне симпатяшка, да? Вот, видим, у этого Боба такие усики нарисованные. У дачка, как и я. Ой, похоже. И здесь перчик. Это перчик чили. То есть, возможно, эта закуска острая. А нужно тут пояснить, что я острое вообще не переношу. У меня географический язык. И с острым, ну, короче, пизда, тапка, проблема. Поэтому не пробовать. А запивать я сегодня буду чайным грибом с медом из вкус вилла. Если мне станет слишком остро, то я употреблю вот это вот с надобием. Ну что? Что люди говорят? Крестки мне не пугающие. Нет? Нет, пугающие. Мне никакие. Давайте. А, ну я, наверное, да, составчик, вы, наверное, хотите узнать. Так, состав. Ядра бобов, арахиса 48%. Что значит, интересная эта процедура? Ага. Крахмал кукурузный. Стабилизатор Е422. Е422 это мой любимый стабилизатор. Я его часто упоминаю в своих обзорах. Это, ну, распространенный миф, что это очень вредный стабилизатор. Но если мы посмотрим по таблицу, да, по глюкиакадемическому индексу, вот этому, да, то мы увидим, что это вполне себе, ну, ничего такая ешка. Вот дальше что у нас? Масло растительное, комплексная пищевая добавка 3,5%. Сахар, соль, рисовая мука, усилители вкуса и уругвайский подорожник. Вот, друзья, агенты какие-то антиотслеживающие. В общем, тут... Агенты антиотслеживающие? Да, вся таблица Менделеева, так что тебя даже не отследят, когда будешь есть эти отличные вот такие вкусные бамбы. Это очень хорошая идея попробовать какие-то бабы чили прямо перед концертом. Бабы чили. Бабы и перчик чили – это то, что Даня Поперечный пробует перед каждым концертом. Бабы и перчик чили. Ты думаешь, это как-то связано с понижением? Да, в процесс того, что Даня Поперечный попущен был 22 декабря, но попущен конкретно, мы пробуем эту закуску, эту снять. Ну, давайте, поехали. Давай я тоже. Оранжевенький. Ну что, давайте чокнем с ними характеристику. Аромат пахнет арахисом, но с кисловатыми нотками. Не могу сказать, что этот запах приятный или неприятный. С другой стороны, вот отличительная особенность, да, вот такого запаха, когда ешь подобные бобы, неизбежно пальцы потом вот в этой крошке полностью покрыты. И если эти бобы вкусные, то запах вот этот вот терпкий кисловатый вам будет нравиться, вас будет возбуждать. Если бобы окажутся невкусными, вот эти пальцы, измазанные вот этой пылесой, они будут вас бесить, запах будет вас бесить. Это интересное такое свойство человеческой психики. Маленький экскурс. А теперь можно, я думаю, и попробовать. Давайте чокнемся. Ладно, все, с вами. Размазывайте, пойдем для лучшего вкуса. Да ничего, бобы. Мне бы не сказали, что этот боб какой-то острый. Островатый. Тебе острый? Угу. Серьезно? У меня же географические. Но вкусно при этом. Ну, такой вкус, знаете, как будто бы арахисовая муга. Такой с коробки. Даже надо еще попробовать. Не могу пока точно вот описать этот вкус. Знаете, вот чипсы, лейс, сметана и зелень. Как будто бы их превратили в такую некую жижу, которая вскоре затвердела. Это довольно приятно, и даже после славянных слов не хочется перестать это есть навсегда. Ну, это неплохой сметанное вкусный. Ну, вот за десятку я принимаю такие орехи, как ватсабиш, кипербрук. К сожалению, такие найти уже практически, ну, я думаю, вообще невозможно. Если бы, если вы знаете, где можно найти вот этот вот арахисовский шкипербрук, брук вассаби. Именно вассаби. Это были божественные орехи. Они для меня 10 орехов из 10. Эти орехи очень вкусные, но до тех орехов как немного не дотягивает. Я думаю, 10 это будет оценка для каких-то уникальных, действительно волшебных бобов. Это оценка, за которую придется обосновывать. Поэтому оценку 10 я поставить не могу, конечно, этим бобам. Но, я думаю, 8 бобовых из 10 бобовых деревьев мы ставим этому снеку бип-боб. Кушать их вполне приятно. Если вы пьете еще до сих пор безостровольное пиво, то вам неплохо пойдет это в качестве закуски, я думаю. Закрывать советую также чайный бельон. С вами был Эрнест Дриммяку. Очень приятно было. Очень приятно было.